Вопиющий случай в Балахне. Сотрудники ритуальной компании попытались похоронить одного живого человека и этим едва не свели в могилу двоих. Мать, которую подкосила известие о смерти сына, и сам сын, который, узнав о ситуации, перенес удар. 29-летний Денис Паркунов лег в больницу из-за небольших проблем с сердцем. Ночевать ушел домой, а в это время его каким-то образом перепутали с умершим в реанимации человека. Эта путаница так бы и осталась внутри больницы, если бы не сверхоперативные представители ритуальных служб, которые узнали о смерти и со всей возможной скоростью побежали извещать об этом мать якобы скончавшегося. Она была на работе, к ней пришли из ритуальных услуг, сказали, вы держитесь, у вас умер сын. Она собирается ехать в приемный покой, но решила ему позвонить. Позвонила, а он взял трубку. Я все два дня в шоком состоянии, сейчас тоже на кровололе, на фабазоле. Я до сих пор не могу прийти в себя, я вот даже говорить не могу об этом. Знаете, вот все дрясет до сих пор. То есть вот за 10 минут буквально она сначала узнала, что у него умер, потом, что он жив. В приемном покое перепутали документы мои и якобы я уже должен быть уже на вскрытии. То есть я умер в реанимации. Показал мне бумажку, напечатанную бумажку, что год рождения моего сына проживает там-то, там-то, ночью умер. Держись. И вот уж со мной уже такая истерика уже произошла, что я уже правильно не соображала, что я делала. Она была в шоке. Представьте, вам такое скажут, что с сыном что-то случилось. Она в шоке была. Потом я села в машину, в такси. Я просто машинальную набирала Дениса. Она мне говорила, что типа, наверное, телефон просто там лежит. Знаете, я не первый раз, короче, услышал вот это, вот это, то, что у людей там, у знакомых умирает кто-то, и уже стоят, прям уже на входе уже тебя ждут, там какие-то скидки предлагают уже сразу, как на рынке. То есть, ну, борются за клиента. Здесь случай вообще другой. Из-за же его хоронят, в погоне за выбором. Они тем самым и жене здоровье подорывают, и мужу ее, и маме ее. Я переживаю так много не верю. Я уже стараюсь как-то успокоить себя, но по здоровью-то ударил все равно. Для него это тоже удар, узнать, что его готовы были похоронить уже. И матери плохо. И если бы вот, я не знаю, с ним бы что-то случилось, я бы вообще осталась одна. Я думаю, что в погоне с деньгами они даже не разобрались, кто умер, чего умер. Они просто, наверное, хотели быть первыми. В самом ритуальном агентстве спешат откреститься от произошедшего. Здравствуйте. Здравствуйте. В каком основании вы охранили моего мужа? Если вы приезжали к моей маме, да, с документами, а его смертью? Ни с каким документами я к вашей маме не приезжала. Как вы не приезжали? Нет, не приезжала. Когда она документы взяла? Она приехала с документами, начала зачитывать. Какие документы? Я не знаю, там что-то было напечатано. О смерти, документ о смерти. От чего умер? Тогда умер, во сколько его данные, где проживает? Нет. Я не знаю. А это конкуренты? Идите конкурентов, избирайте. Это 100%. Конечно. Из ваших сотрудников. Никто не хочет принести извинения данной семье. Я вам могу рассказать про машину, что она у меня грязная, я сейчас поеду ее мыть. Вот все. Но, конечно же, главный вопрос во всей этой ситуации, каким образом информация из медицинских учреждений попадает в ритуальные службы. Но на него ответ найти крайне сложно. Это надо разбираться. Вы понимаете, вы пришли на вопрос, на который я не могу ответить, потому что я тоже впервые в такой ситуации. Каким образом больница сливается информацией с похоронщиками? Как? Я не сливаю. Как кто сливаю? Как ритуальный адгент узнали о смерти больного? Он жив уже говорит? Он жив. А как они могли узнать эту информацию? Я не знаю. Это очень криминал. Мы с ритуальными службами ни с какими не имеем никаких отношений. Никаких. Никому никогда не сообщаем, кто умер у нас в больнице. А вы будете проверять своих сотрудников, которые работают у вас в больнице? А вы вот себе представляете, как я могу проверить? У меня 800 работающих в больнице. Вам каким образом это проверить? Они приехали утром. Я даже не знаю, откуда они взяли эти сведения. У нас в день поступает где-то человек по 30. Я каким образом это проверю? Сейчас приедет юрист, будем разбираться. Кстати, семья Паркуновых внутренним больничным расследованием не удовлетворится. После пережитого они решили обратиться в прокуратуру и добиваться возбуждения уголовного дела.